Игорь Цесарский Радиослушатели Прежде чем мы начнем Сегодняшнюю передачу Напомню о том Что некоторое время назад С сегодняшним моим собеседником Мы сделали На ютубе свой канал Канал называется ТВ Клуб Континент Там уже несколько десятков записей Записи Как с сегодняшним собеседником Так и с некоторыми другими гостями Если вы интересуетесь Какими-то интересными вещами Из американской И не только американской жизни Хотите что-то больше узнать И получить Какой-то позитивный заряд Который там присутствует То просим Еще раз ТВ Клуб Континент Ну и раз уже я говорю Про сегодняшнего собеседника Это блогер Михаил Герштейн То я бы хотел Еще пару слов сказать О его блоге Его личный блог Вы можете набрать таким образом Слово блог Потом точка Потом Герштейн Точка И там создалась Очень такая Немалая И теплая компания Которая читает Его злободневные записи По происходящим событиям И кстати говоря Часть этих записей Как бы повторяет В какой-то степени То что мы говорим Но Слово есть слово А то что написано пером Уже никаким топором Оттуда не вырубишь Поэтому читайте Михаила На его блоге Ну если вдруг По чечайне не найдете блог То зайдите на Континент Вы там найдете Эти все записи Потому что мы Как правило Все переносим Аккуратным образом Ну А теперь настало время Нашего разговора Миша добрый день Добрый день Вот Значит Сегодня Так Про солнце Не дави на мозоль Я читаю Что где-то В мире В Европе В частности Там какие-то Аномальные Явления Происходить Будут Вот На этой неделе На следующей Вообще все лето Температура Какая-то бешеная жара У нас ничего подобного нет Так что Так что Не знаю Может быть где-то Но не у нас Как у вас Хорошо Хорошо Чего-то я не очень хорошо Слышу тебя Ну может быть Ты посмотришь Что со звуком Хорошо Прошли выходные Они были Тоже какими-то событиями Наполнены Ну и все живут Несомненно Вся Америка Затаив дыхание Ждет чего Дебатов Дебатов Первых дебатов Вот той гвардии Вот уже Уже на Так сказать Ну на батальон Еще не тянет Но уже по-моему Взвод Есть Да 25 человек Да 24 Ну и Что ты скажешь Вообще На сей предмет У тебя Ну Всем места Не хватило Как обычно А ты имеешь ввиду На дебаты На дебаты Да Они оставили 20 лучших И В один день Они не умещаются Поэтому Дебаты будут Два дня И для дебатов Они конечно Вызвали Выбрали Ну вместо Скажем Профессиональных Журналистов Которые могут Задавать Острые Какие-нибудь Важные вопросы Они выбрали Личности Типа Рэчел Мэдов Которая Естественно Будет Интересоваться Исключительно Русской сагой Поэтому В течение Двух дней Мы много Интересного Узнаем О Трампе О ком же еще А вот Как ты думаешь Ну про Трампа Это понятно Это будет И на первое блюдо И на второе И так сказать На все остальное Ну вот Помимо Трампа Им надо Как-то между собой Отношения выяснить Как ты думаешь Это они Успеют Поругаться Там немножко То есть они же будут Доказывать Кто из них левее Кто из них Ближе К Там Я не знаю Если скажем Образец Самого Левого Из них Это считает Берни Сандерса То кто из них Ближе Всего к нему Ага Вот так Да Ну я не знаю На самом деле За вот уже Самого левого Там борьба идет Не на шутку А? По-моему Там Ну да Я говорю Что они будут Этот Джо Байден Уже попал В самые левые Ну ему Ему еще надо Над собой Поработать Там Там есть Люди Которые Он работает Очень успешно Он каждый день Все свои там Старые Грехи Отменяет И говорит Что это Он раньше так думал А теперь нет Как мы знаем Что насчет закона Об абортах Не закон об абортах Это поправка По поводу того Что государство Не занимается На государственном уровне Финансирования абортов Нет Вот Он всю жизнь говорил Что это правильно Теперь это оказалось Неправильно Вот Потом Что у нас еще Сегодня он тут вспомнил На прошлой неделе Он же вспомнил Сегрегейшн Вот Что Оказывается Он там В 1973 году То есть Когда говорят Такие цифры В общем Страшно вообще За таких людей Даже голосовать Я конечно ничего Не имею против Дай посчитать 1973 Окей Ну Мне уже 16 лет Вот Значит Ну 45 лет Да Так И что В 1973 году Он поддерживал Каких-то там Двух Сенаторов Которые выступали Продолжали выступать За сегрегейшн Вот Эти сенаторы Постепенно Они были демократы Но постепенно Пока рассказывали Про Байдена Эти байки Значит Они Их уже успели Переделать В республиканцев Вот То есть Там Кто там CNN Или MSNBC Уже устали Постепенно Знаешь Как это Постепенно Говоришь Что вот Эти были Республиканцами Это Мне напомнило Историю Про Был такой Шахматист Эдуард Гуфельд Вот И он Он очень любил Играть в Блиц Ну Поскольку Блиц Это игра Такая Как бы Не совсем Шахматы Иногда Там Он любил Жульчить И он Когда Ну и важно Когда ракировался Он там еще заодно Ладью на одну клеточку Дальше передвигал Чтобы не заметно Вот Потому что В полу борьбы Там никто не видит И А кто-то Кто-то его Эту привычку Заметил И в общем Подготовил все Когда он так ракировался Постал ума Вот И И Гуфельд Стал Возмущаться И Говорит Что Нет Это все Неправильно Вот Как бы Это я Случайно Случайно Но в общем Урок Пошел На Втрог Он после этого Перестал Хулиганить Вот И вот Также Вот Тоже Как бы Американские СМИ Переняли Вот эту Мелкую Привычку Гуфельда И тоже Так Потихонечку Значит Из демократа Они сделали Республиканцем Вот То есть То есть Ну Мы понимаем Переписывается История Что не день То какая-нибудь Новость На этот счет Есть Но Вот Интересная Штука Вот Что будет В учебниках Той же истории Еще лет Через 50 Окажется Что Вообще-то Что весь Куклус-клан Это непосредственно Выходцы Из республиканской Партии Да 50 Это Года два 50 Ты сказал Уже года через два Окажутся А Года через два Ну Это Я значит Такой Лихой оптимист По сравнению Со мной Ну Меня очень порадовала На самом деле Сенатор Наша Наша Доблестная Покахонтас Которая Она Она же Элизабет Ворон Которая Вот Не остановилась На том Что репарации Нужны Только Потомкам Рабов Завезенных Некогда В эту Благодатную Землю На эту Благодатную Землю То есть Она Еще решила И что Надо бы Возместить Лицам Нетрадиционной Сексуальной Ориентации За все И почему То Вот эта Сумма Я не знаю Выскочила 57 миллионов Мне вот Очень хотелось бы Увидеть Как это Расчеты Делались Вот где Начало И вот Середина И конец Вот этих Расчетов Этой Сенаторши Ну Это все Очень просто Потому что 57 миллионов Как раз Рассчитано На таких Любовыдных Как ты Что значит Создаются У людей Впечатление Что Была проведена Какая-то Тщательная Работа Они бы Еще бы Доллары Какими-то Добавили В концерт Еще 99 центов Добавить Куда-то Я понимаю Не Я же Хочу увидеть Я же не то Чтобы Понимаешь На веру Беру цифру Мне интересно Знать Каким Образом И кому Вот тут У моих Хороших Знакомых В фейсбуке Уже даже Пошел Некий спор На эту тему Они готовы Записаться Я им Написал В ответ Что Ребята Даже Не Это Не Старайтесь Там Доказательства Нужны Вы Так Просто Это Это Поскольку Ну Тут Меня Конечно Наверное Народ Поругает За Мою Некую Неполиткорректность Но Просто Раз мы Уж Говорим Что По тонкам Репатриар Эти Афроамериканцев То Тут Видимо По тонкам Лезбиянок И геев И лесбиянок Тоже Вот Если Они Их Найдут Вот Но Почему Нет Тут 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 Лиха Беда Начала Сделай Закон Там Будут Очень Серьезные Как это Заявки Даже Коллективные Я бы Сказал Да Ну Это Все Понятно Перед Выборами Надо Раздавать Деньги Потенциальному Электорату Поэтому Тут Говорит Нечем То Что Кори Букер У которого Бывший Мэр Нью-Йорка И сенатор От Моего Нью-Йорка Не Нью-Йорка Нью-Йорка И сенатор Нью-Йорка Штата Нью-Йорка Всячески Поддерживает Эти Репарации Удивительно Потому Что В его Нью-Йорке Он Правда Не был Долго То есть Справедливости Ради Надо сказать Что Он Не был Особенно Долго Мэром Потому Что Полгода Померствовал Потом Умер Фрэнк Лаутенберг И На его место Назначили Кори Букера Поэтому Как бы Он там Ему не дали Навести порядок В Нью-Йорке Как следует Обама Тоже Недолго Недолго В конгресс Ходил Да Вот То есть В сенаторах Тоже быстро Он без крови Этот Через труп Лаутенберга Вышел А через труп Окей Понятно Хорошо Обама Только Без борьбы Победил на выборах Оппонент Снял себя А этот Все-таки На Можно сказать Более сурово Вот Но он Он В порядок В своем Нью-Йорке Наводить не собирался Но Репарации платить То есть Он думает Что если он Выплатит Репарации То там В Нью-Йорке Все станет хорошо Или Вот смотри Идут соревнования Да Как ты говоришь Кто Кто Чего Больше Даст Но Берни Предлагает Все студенческие Лоны Простить Там Там Хорошие Полтора Триллиона Получается Да То есть У каждого Своя Заветная Фишка Которую Он Будет Двигать Но Неужели Вот Это Все То Что Будет Озвучиваться Уже Наверное На первых Дебатах Всерьез Будет Восприниматься Адекватная Аудитория Я про Неадекватную Молчу Я понимаю Что там Живут Параллельным Каким-то Параллельным Мирами Я не знаю Воспринимают Действительность Вот Сквозь призму Вот этих Совершенно Нереально Идиотских Каких-то Да Планов С учет Адекватных Граждан Я могу Сказать Что Пару дней Назад Я услышал Реакцию Адекватного Человека Вот Которая Сказала Это Наша Знакомая Талья Которая Посмотрела На всю Вот эту Разношерстную Публику И сказала Ого Голосовать Некуда Незакого Значит Следующим Президентом Опять будет Трамп Это было Сказано С сожалением Это было Сказано Ну Она Трампа Терпеть Не может Поэтому Но Даже Старина Байдена Ее Никогда Байден Это Конечно Лидер 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 Да Он Этот Он Опережает Даже По каким-то Опросам Трампа Но Как Кто-то Сказал Ни один Из этих Вот С этой армии 20 Чем-то Человек Не может Набрать Близко Таких Стадионов Собрать Которые Собирает И Уж Говорит Без бумажки Полтора Часа Как Он Только Что Говорил В Флориде Из них Никто Не может Вообще Ну Да Там Люди Занимали Очередь И так Далее То есть Ночевали И вот Настолько Им было Интересно Услышать Увидеть И кстати Ты вспомни С каким Восторгом Заливаясь Писали Те же Средства Массовой Информации Когда В первый День Другой Берни И Байден Собрали Там Шесть Лишних Миллионов Долларов На своей Компании И как Они Поджали Хвост Когда В первые Два Дня У Трампа Образовалось 30 миллионов Ну да За первый День Он набрал 25 миллионов Да То есть Ну 30 миллионов За пару Фантастический Потому что Этот Бета Наш Любимый Роберт Фрэнсис Урук Он Про него Говорили Что В общем Ему там Папа И еще Там И товарищи Сильно Помогали Папа У него там Миллионер Вот Сильно Помогали Накидать Денежек В первый День Его Того Как он Объявил Своё Участие В президентской Гонке Но они Смогли Ему Только Накидать Шесть Или Семь Миллионов И никак Не удавалось Перескочить Через Это Понятно То есть Понимаешь Опять же Интересная Штука Ну Иран То есть У нас Проблемы Сейчас Серьезные Иран Вот Кризис На границе Когда Сейчас Вот я Проходил Мимо Случайно Одним глазом Зацепился За СНН СНН Рассказывает О том Что На границе Антисанитарные Условия Что Суды Какие-то Собираются Судить Я не знаю Уж кого Они Собираются Судить То что Конгресс Которым Обращались И просили Денег Выделить И в том числе Для Улучшения Содержания Нелегалов На границах То что Конгресс Ничего не делал И не собирался Ничего делать Это СНН не волнует А то что Там Антисанитарные Условия Особо одаренная Девушка Она же Конгресс Вумен Сравнила Вообще Эти лагеря Как известно С конс Лагерями И И И получила Очередную Порцию Оплеух Ну Фигурально Хотя Хотя Наверное Нет Всех Кто пытался Оправдать Что Она имела ввиду Не те Концентрационные Лагеря И это Она Это как Это Фигер Спич Это совсем Даже Ну как Это Часть Как Фигур И И Что Она В общем Как бы Просто Так И были Не только Гитлеровские Не только Холокост И все Что И так далее Да 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 Конечно Столь далеко Ее знания Простираются Я только Только Вспоминаю Незабвенное Козьмы Прудкова Не верь глазам Своим Да То есть Дамочка Пишет у себя В твиттере Все прекрасно Прошли Все прекрасно Поняли О чем это А потом Начинается Толкование Да Толкование Которое Удобное Списывание На новейшие Истории Да Все то же Все то же Самое Но ты посмотри Опять вернемся К нелегалам Вот это Как ты воспринимаешь Интересный момент То что президент Сначала говорит Причем Пишет Якобы то Что даже Не согласовано С С иммиграционными Службами Что будем Миллионами Выдворим К чертовой матери И все такое А потом он Вдруг говорит Не отменим А перенесем На пару недель Может мы все таки Чего то там С демократами Покумекаем И сделаем Нечто такое Что позволит Видоизменить Те негодные Законы Что ты думаешь Ну Как это Не в бой Все Как мы знаем Значит Вопрос в том За кем остается Последнее слово Потому что Блеф это или не блеф Собирался он Или не собирался Это уже Не важно Значит То что Судя по всему Демократы Занервничали И забегали Реакция Правильная Нужная То есть То что нужно Трампу Поэтому Скажем На этой стадии Условно Назовем Этот блеф Сработал Что будет дальше Выделят ли деньги Какие-то На стену Выделят ли деньги Какие-то Дополнительные На Вот эти вот Как Говорит Окази Концентрационные Лагеря Или выделят Или скажут Что нет Мы ничего не будем Или опять Пелози придет К Трампу И начнет Его обвинять В том Я не знаю Уж там В абстрактном Джастис И все Закончится Как и заканчивалось В прошлые разы То мы не знаем Пока что По крайней мере С точки зрения Скажем Электората Особенно Трамповского То есть Как не Трамповского А Республиканцев То есть Тех Кто поддерживает Трампа Трамповская база Как называется С точки зрения Вот этих людей Это Трамп протянул Руку Демократам То есть То в чем Например Обвиняли Не обвиняли А в том Что То что Не умел Делать Обама Совершенно Потому что Обама Играл Только в одну Дубку Клинтон И Буш Они все таки Больше Были Более Как бы Сговорчивы Особенно Клинтону Второй срок Но там Правда Там Попробуй И не сговорчив Быть Это понятно Но Тем не менее То что В то время Как ты Как ты Помнишь Наверняка Те Здравые вещи Которые Ему Были Условно Говоря Продиктованы И потом Они В жизнь Вошли И в экономической Сфере И так далее То Это потом Он лихо Себе Переписал То есть Ну Как президент Может и имеет Право Не знаю Что Принято История Как это Ну в истории Через там 20 лет Через 30 лет Будет более понятно Кто что сделал Правда Ну и потом Какая разница Что Ньют Гингерич И прочие умы Там Находящиеся Что-то полезное Делали Важно же Не это Важно же Что Что в принципе Это было принято И вот это Уже Хотя бы важно Ну Будем считать Что опять Может быть По мнению Наших оппонентов Будет звучать Следующее Что Что Трамп Дуркует Что совершает Какие-то Нелепые Поступки Ну И бог с ним А мы пока Хороший поступок Такой сделаем Уйдем на несколько минут Рекламы Отдохнем И будем ждать Возможных Откликов Наших Слушателей Которые Возможно Имеют Свои мнения И главное Вопросы Ну что ж Друзья Мы продолжаем Радиоблог С Игорем Цесарским Игорь Можно Продолжать Добрый день Дорогие Друзья Итак Напомню Что сегодня Мой собеседник Михаил Гирштейн Блогер Из Нью-Джерси Ну И напомню Опять же Что С Михаилом У нас есть Небезинтересный Подкаст На ютубе Который Называется ТВ-клуб Континент Где мы Делаем с ним Вот Такого рода Записи Правда В более Лаконичном Стиле Стараемся Говорить Поменьше Никого там Не слушаем Потому что Туда Звонки Не идут Только Только Есть Из Небесной Канцелярии Вот Кому будет Интересно ТВ-клуб Континент И Заодно Уж Не могу Не сказать О блоге Михаила Который Можно найти Блог ТОЧКА Герштейн ТОЧКА ЮС Ну и Не забывайте Про Медиагруппу Континент Которая В ежедневном Режиме Снабжает Вас Очень Интересной Эксклюзивной Хорошей Информации Ну Миш Продолжим У нас уже Звонок Есть Игорь Вопрос Есть Да Уже Звонок У нас Пожалуйста Мы вас Слушаем Вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Скажите Пожалуйста Почему В нашей стране Никто не Поднимает Вопрос О реформе Небесной Комиссии Потому что Из года В год Идут Вот эти Нарушения Например Я больше чем уверен Что вот 10 миллионов Тех Которые Голосовали За Филари Клинтон Это Большинство Было Искусственно Сделано Для того Чтобы Как-то Перевесить Чашу Весов В ее Суров Но Ей Не Повезло А я Больше чем Уверен Что Это Произошло И в Прошлом Году И я Сомневаюсь Что Это Не Произойдет И в Следующем Году Вот И я Почему Вот этот Вопрос Республиканцы Не понимал Потому что В основном Нарушители Демократы А я Не слышал Что вы Республиканцы Хоть как-то Были причастны К этому Спасибо Спасибо Миш Пожалуйста Республиканцы Тоже причастны Не в таких Масштабах Но В Девятом По-моему Округе Северной Каролины Выборы Призваны Недействительными Из-за Каких-то Там То что Называется Вопросы Бюллетеней По-нашему И У них Будут Повторные Выборы В сентябре И там Как раз Нарушения Вроде бы Были Со стороны Республиканцев Доказан Не доказан Другой вопрос К слову Но Вопрос Выборов Конечно Серьезный Поскольку Раньше Никого Особенно Не волновало Является Человек Гражданином Или нет Никто Не проверял Потому что Был какой-то Статус Кво Были Вот эти Вот То что Называется Джерримандеринг Поделены Штаты На округа Ну Круга Они по городам И весям А так Где живет Больше Республиканцев Делали Округ Такого Размера Где живет Больше Демократов По-другому И перекраивали Округа Так примерно Чтобы Был какой-то Статус Кво В парламенте И Но К сожалению Когда Пошли В любой Системе В которой Нет контроля Начинаются Нарушения Нет нормального Контроля Начинаются Нарушения Мы это все Видели Как Правильно Сказал Наш Звонивший Человек И в 2016 Году И в 2018 В 2018 Особенно Характерна Ситуация Была В Калифорнии В Орэндж Каунте Где Традиционно Достаточно Консервативный Где В этот раз Из-за каких-то Там Местных Тонкостей В Выборной Системе Связанной С тем Что По-моему Эти Бюллетени По почте Можно было Чуть ли не Позже Посылать Чем День Выборов Демократы Были Очень активны Ходили По домам Собирали Эти Бюллетени И в итоге Ни один Из Республиканцев Которые Раньше Были В Конгрессе Не попал Вообще Впервые По-моему За всю Да Кстати говоря Добавлю Что В общем-то Трамп Выражал Озабоченность Этими Явлениями В отличие От Своих Однопартийцев Кстати говоря Что происходит Даже в той же Калифорнии Потому что Благодаря Организации Judicial Watch Которая Борется Как раз Они борются За Много С чем Или против Чего Они борются Они Они получили Очень много Документов Связанных С перепиской Клинана Они получили Какие-то Еще Вот эти То есть Связанные С русской Сагой Или с тем Что Как она Неправильно Была Начала Как Ее Неправильно Начали И Еще со Многим Другим Заодно Они еще Борются За то Что Называется Чистить Избирательные Роллы Воттинг ролл То есть Избирательные Бюллетени Потому что Люди Сидят В этих Бюллетенях По многу Много лет После того Как они Тут уехали Или даже Умерли Ну да Понятно В общем Отметим Одно Наверное Резюмируем Проблема Такая Существует И пока Она Не решена Володь У нас Есть Звонки Еще Да Есть У нас Звонки Мы вас Слушаем Здравствуйте Алло Здравствуйте Я хотела Во-первых Спросить Чтобы Вы Или Миша Объяснили Немножко По-моему Это Патахонта Пакахонта Выдвинула Не просто Медикейт Медикейт Всем А Как-то Там Очень Ну вроде Как-то Мудрено Но в общем Вроде Как-то Более Более Такой Реалистичный Какое-то Правило Медикейра Новое По крайней мере Все демократы Пишут Вот Всех Настораживает Медикейр For all А вот Ее Предложение Оно Вот интересно Его надо изучить И все такое Это первое Что я хотела сказать И второе Когда Когда Выступил Трамп Я сама Слушала Его От слова До слова И Потом Переключила На CNN Когда закончилось На секунду Но я даже Их не слушала Я просто Посмотрела Надпись Было написано Что-то Типа Такого Trump's Earring Grievances То есть Как бы Трамп дал Волю Своим Обидам Хотя Он Вообще Об этом Не говорил Может быть Одно Предложение Сказал Что если бы Не вот эти Все наскоки С Russian Connection Я бы еще Больше Вот одно Даже Если бы Они хотя бы Сказали Там он Хвастался Предположим Хвастаться Ну ладно Туда-сюда Ну конечно Хвастался Есть чем Похвастаться А то Дать волю Своим Обидам Ну знаете Если говорить О CNN Мы можем Бесконечно Цитировать Ну да Ну понимаете Я вообще Не понимаю Как говорится Вроде умные люди И когда Говоришь им Ну послушай Ты посмотри CNN Вы слушали Вот эти Ложные Все предсказания И это И то И как он Сейчас летит И сколько От него Уходят Ушло Уже Слушателей И это Все Тебя Не настораживает И ты Все еще Будешь Ему верить Но это Бесполезно Говорить Спасибо Спасибо За ваш звонок Миша Ответь на вопрос Спасибо К сожалению С планом Элизабет Уоррен Не знаком Но Могу себе Легко Представить Что если Всем демократам Он очень нравится То план Плохой Потому что Обычные Все эти планы Как бы Их не придумывали Как бы Они Не представляли Они обычно То есть я Делаю поправку Что возможно Что что-то Хорошее И придумали В этот раз Но обычно Обычно Все эти планы Сводятся К государственному Регулированию И Государственное Регулирование Вот в Канаде Есть Государственная Медицина И вся Канада Лечится в Америке Кто может Правильно Потому что Упадет Как уравниловка Это приводит к уравниловке И плюс То что связано С налогами Вот Слушал как-то эфир Одного из Консервативных Журналистов Радиожурналистов И вот Он включил Просто Это не вот Измышление Какое-то И так далее Элизабет Спрашивали Относительно налогов Какими бы она Обложила И Она говорила Про 60% А он Так В общем-то Такой Дошлый оказался Журналист Спросил ее Ну а 90 А говорит Да и 90 Нормально Понимаешь Вот Собственно Вот Вот и вся суть У одних Забрать Другим отдать Это вот На этом все и стоит Ну разве нет Ну позволить медицину Легко Реформировать То что Страховки И вообще там Как бы Всю эту систему Нужно как-то Реформировать Это безусловно Потому что Когда человек Приходит на один день И ему присылают Что-то на 50 тысяч долларов Это наверное Что-то не так Так у нас есть звонки Миша Попробуем принять их Володь Пожалуйста Ну вас слушаем Здравствуйте Слушаем вас Здравствуйте Не слышат нас Радиослушатель Ну попробуем Позже еще Пока Вот еще один Есть звонок Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Знаете Вот Слушаю я Некоторых Ведущих Вроде бы Консервативных Они говорят Что Среди Демократов То есть Умеренные Некоторые Говорят Что я верю Что там Есть прекрасные Люди Если все Эти люди Которые В конгрессе Сенате Демократы Голосуют Постоянно Одинаково То есть Так как Это было В свое время При Гитлере При Сталине Ленине Всех прочих То есть Как-то Как при Центритарной Системе Откуда Там может Появиться Кто-то Порядочный И кто-то Так сказать Замечательный Или хотя бы Умеренный На мой взгляд Вообще Эта партия Превратилась Просто Партию Подлецов И мерзавцев Больше Ничего Мы от них Не видим Особенно Ситуации Связанные С Трампом Это особенно Ярко Как бы Вылезло Наружу Плюс Вот это Кортес И вот Эти две Мусульманки Ваше мнение На этот счет Спасибо большое Спасибо за звонок Миша Ну Среди Все-таки И в плохих Партиях Появляются Что-то есть Да Но Но К сожалению Среди Вот этих 24 или 25 Кандидатов Нормальных Людей Не видно Просто из-за того Что вся партия Очень сместилась Влево Ни одного Один Кто-то там Как я не помню Что там Их же всех Не помнишь уже По-моему Губернатор Или мэр Из Вашингтона Сказал Высказался Насчет того Что медикер Как раз Вот то что Нам вроде Предыдущая Слушатель Звонила Что медикер Для всех Это плохо И не работает Такого Свистали И выгнали С трибу И волчий билет Ему И путевка В другую партию Понятно Шансов не было Вот Поэтому Есть Конечно Есть Люди Из центральных Штатов Из Как это Вот этих Квадратных Flyover states Как они Называются Из таких Штатов Есть Достаточно Консервативные Люди И именно Благодаря Им У нас Еще Нету То есть Импичмент Процедуры Еще не начали Потому что Никто не будет Голосовать В палате Представителей Пока у них Не будет Большинства А некоторые Демократы Все-таки Нашли все Мужество И сказать Кто пошел Против Лени Партии Понимаешь Какая Интересная Штука Получается Что В каких То Округах Есть Есть Резоны Так У нас Кажется Еще Есть Звонок Добрый День Слушаем Вас Мы Слушаем Вас Да Здравствуйте У меня К Михаилу Такой Вопрос Чисто Технически Скажите По поводу Голосования Не знаю Как У вас Но В Улиной Например Не требуется Никакого Удостоверения Представлять Кто хочешь Приходи И голосуй За кого хочешь Это во первых А во вторых А почему Я ни разу Не видел Чтобы там Присутствовали Какие-то Наблюдающие От Партии От других На участках Спасибо за вопрос Как-то можно Отрегулировать Чтобы Не было Таких Злоупотреблений Ведь это же Наверное Можно сделать В принципе Если хотеть Если хотеть Вот Это очень важно Если хотеть Как-то Какие-то Оппозиционные Партии Должны Хотеть Как-то Ну Наверное Ну Во-первых Скажем так Что много 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 Лет Все здесь В Америке Строилось На доверии Все таки Поэтому Никого Не приходило В голову Что Можно Злоупотреблять Постепенно Как известно Что если Есть Возможность Где-то Что-то Нарушить То обязательно Кто-то найдет Кто нарушит И кто воспользуется Этими Дырками Значит Дырка Образовалась Значит Ее будут Как-то Пытаться Закрыть Потому что Естественно Ситуация Когда В республиканских Традиционно Допустим В республиканских Округах С большим Преимуществом Вдруг неожиданно Побеждает Демократ Они Настораживают И Ну Скажем Гипотетически Республикан Гипотетически Демократ И когда Явка Вдруг Неожиданно Оказывается Выше Чем Традиционно Или Среднее По стране Тоже И Вот эти Вот истории Как мы Помним С Нью-Хемпширом Куда там Студенты Из Массачусетса Толпами Приезжали И говорили Что мы тут Типа Будем Месяц Как минимум Ночевать Жить А это Уже Для Нью-Хемпшира Считалось Нормальным Это Конечно Ненормально Проблема В том Что Голосование Идет По штатам У каждого Штата Свои законы Свои Какие-то Правила Нету Центральной Если мы Делаем Центральную Тогда Мы Отказываемся Вроде бы Электро Калледж Тут надо Все-таки Какая Должна Граница Между Штатами В голосовании Внутри Штатах Каждый Штат Может Свои Правила Устанавливать Но То Что Без Айди И Как Только Требуют Айди Тут же Начинаются Крики Вот Это Главное Понимаешь Что Такое Голосование Без Идентификации Личности Как И Получается И смешная Вещь Существует В том Что Эти Самые Пресловутые Айди Я уже Как-то Об этом Говорил Если Уж Так Это Актуально Если Помочь Получить Их Так Сделайте Доброе Дело Богоугодное Чтобы У каждого Жителя Который Должен Иметь Это Айди Был Этот Айди И Все Выделите Средства На это Я думаю Это Не Миллиарды Долларов И Даже Небольшие Миллионы Как Можно Всегда Когда Государство Берется Это Тогда Миллиарды Это Понятно Ну Тогда Да Надо Еще Понятно Но Говоря Продолжая Тему Конечно Регистрация И Плюс Еще Неплохо Проверять Конечно Гражданство Потому что Условия О том Что Голосуют Только Граждане Никто Не Отменял Но Как Мы знаем Сейчас Верховный Суд Будет Рассматривать Иск По Поводу Того Что Администрация Трампа Решила Включить В следующий Перепись Населения Вопрос По Гражданству Что Нам Это Нарушает Я Она Не Может Знать Сколько В ней Официально Проживает Граждан Мне Конечно Трудно Понять Но Это Все Понятно Конечно Для С точки Зрения Демократической Партии Которые Каждый Голос Для них Они Пытаются Найти Любые Зацепки Чтобы Ублить Ублить Несколько Но Что Мы Можем С Этим Дел Надо Бороться Надо Как-то Укреплять Эту Систему Которая Казалась Естественно Слабой Просто Из-за Того Что Никого Она Не Волновала Ну И Потом Это Не Показатель Некого Тоталитарного Чего-то Или Несвободного Это Наоборот Следование Законом Страны И В общем-то И Законом В данном Случае Вот Раз Уже В каждый Штат Отдельно Решает Эти Ведет Собственный Реестр Всему Да То в Каждом Штате Вполне Вероятно Создать Да Такие Условия Чтобы Ну Ни у кого Не возникало Вопросов А нет ли Там Каких-то Каруселей Там Или еще Чего-то Или Или Половина Вообще Там Мертвых Голосует Так У нас Кажется Еще Звонки Есть Давай Попробуем Принять Добрый День Мы Вас Слушаем Здравствуйте Здравствуйте Вы знаете Вот Насчет Вот Этим Злоупотреблений Они Начались Не вчера И не Позавчера А еще С Выборов Кеннеди В Чикаго Произвели Такие Злоупотребления Чтобы Дать Возможность Ему Выбраться Поэтому Говорить Что Было Все На Доверии Я Не думаю Все Знали Что Происходит Просто Никто Не хотел Этим Заниматься И Как Это Сделать Сейчас Тоже Я Не Представляю Потому Что Избирательной Комиссии И так Людей Не Хватает И Как Их Заменить Вообще Невозможно А Те Которые Представители Приходят Проверять Они Проверяют Сколько Людей Проголосовало И Может Быть Именно Кто Проголосовал А Правильно Ли Это Ну Как Говорится Их Зарегистрировали И За Того Не Голосовали Кто Не Есть Никто Не Проверяет И Я Не Представляю Даже Как Проверить Вот Может Быть Вы Подскажете Как Это Можно Проверить Потому Что Вот Возят Эти Автобусы Участка На Участок Они Там Голосуют Не За Себя А За Тех Людей Которые Там Зарегистрированы Значит Им Кто Дает Информацию Имя Фамилия Разъединилась У нас Да Ну Ничего Я могу Про Автобусы Сказать Там Не Совсем Так Потому Что Автобусы Они Просто Приходят И Заполняют Вот Эти Временные Бумажные Бюллетени Они Говорят Что Мы Типа У Нас Прописка То Поэтому Там Не Надо Никаких Списков Они Не Должны Знать Ни Имен Ни Фамилии Это Просто Дополнительные Голоса А Проверять Это Можно Ну Самая Простая Вещь Которая Приходит На Ум Это Естественно Электронное Голосование Что Введите Зарегистрируйтесь У каждого Кто хочет Голосовать Регистрируется Интернет Есть У Всех И Телефоны Есть У Всех Пошел Зарегистрируется А Сколько С того Света Будут Посылать Эмейлы Тебе Ты Представляешь Нет Только Это Все Зарегистрируем Если Идет Потому Что Основная Проблема Это Против Центральной Базы Которую Проверяет Гражданин Или Негражданин Проверили Все Известно Голосовал Не Голосовал Очень Потом Будет Просто Проверить Если Даже Какие Нарушения Были Но Это Очень Далеко Это Все Светлое Будущее Но Насчет Того Что Голосонарушения Начались В Кеннеди Это Я хочу Сказать Что Начались Гораздо Раньше В 1913 Году В Чикаго Опять Так В Чикаго Чикаго Известен Тем Ходило Пословие Там На Выборах Мэра Чикаго Была Пословица Голосуй Часто Голосуй Рано И Часто Вот А Еще Было Тоже Опять Таки Про Чикаго Была Пословица Что Жить Можно Где Хочешь А Умереть Можно В Чикаго Потому Что Потом Там Можно Еще Дальше Голосовать Можно Голосовать И После Смерти Ну Видишь Ты Льешь Бальзам На Чикагские Души Потому Что Известно Дело Как Что Происходит В этом Славном Городе Кстати С Кеннеди Но Там Еще Был Техас Тоже Так Что Одного Что Или Ночь Не Хватит Ну Дейли Старший Сыграл Свою роль Там Много Чего Было Интересного Вот Но В данном Случае Вопрос Опять Жене В этом Видишь Как Получилось Мы Начали С Одних Тем Вроде Но Перешли Плавно На На Проблему Действительно Потому Что Ну Эти Все Скоромошные Дебаты Все Это Пройдет В итоге А потом Начнется Самое Главное Действо И До него Уже Не так Много Времени И Вот Давай Под конец Буквально У нас Минутка Осталась Все Таки Как Ты Думаешь Вот Среди Даже Вот Этих Уже Обозначенных Это Все На Этом Или Вдруг Белая Лебедь Какая Нибудь Выплывет И Чего Или Словно Не Важно Вот Не знаю Пока Кажется Что Все И В общем И Очень Картина Пока что Утручающая То есть Вот эти Все Подсчеты Вот эта Вся Свистопляска Вокруг Того Что Байден И бьет Уже Трампа Берни Бьет Это все По твоему Несерьезно Абсолютно И по моему Тоже Вот мы Слава богу Сошлись И мы часто Сходимся Да И действительно Не часто Спорим Ну что ж У нас Время Подходит К концу Спасибо Все Кто был С нами Заходите К нам В ТВ Клуб Континент Так и Набирайте По русски ТВ Клуб Континент Послушайте Что то еще И на другие Темы В том числе Спасибо Кто слушал Спасибо Субтитры